Девочки, всем привет! Сегодня мы с вами разберем такую тему, как ошибки в зимнем стиле. Я надеюсь, вам это видео понравится и когда вы досмотрите это видео, не забудьте поставить пальчик вверх. И кстати, кто впервые на моем канале, меня зовут Аня, обязательно подписывайтесь и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Кмурая погода не повод полностью обматываться в черный цвет. Да, я согласна, черный цвет это практичный цвет, это стандартный цвет, но все же. Можно сделать выбор в пользу темно-синего или коричневого, чтобы разбавить свой Total Black. Кроме того, всегда можно подобрать какие-то красочные аксессуары и разбавить свой черный цвет. Поэтому старайтесь избавляться от черных Total Look'ов, чтобы вы не выглядели черным пятном на улице. Несмотря на то, что оверсайз до сих пор в моде, вы должны понимать, что полностью мешковатая одежда не украсит ни одну фигуру. Сюда же относятся и слишком обтягивающие вещи. Однако, помимо этого универсального знания, стоит учитывать и выбор фасона, который подойдет для вашего типа фигуры и для остальных образов в вашем гардеробе. Чтобы пропорции смотрелись гармонично. Что я имею ввиду? У вас не должен быть полностью оверсайз лук или, например, полностью все обтягивающее. Вы должны найти какой-то компромисс. Можете взять обтягивающие, например, леггинсы или штаны и какой-то объемный свитер. Тогда вы будете смотреться стильно и красиво. А если вы, например, оденете все мешковатое, то вы будете смотреться просто безвкусно. Зима в наших широтах длится очень долго. Поэтому мы большую часть времени кода проводим в пуховиках, пальтое, в куртках или в каких-то других разновидностях нашей одежды. Это ли не причина не экономить на ней? Качественное изделие прослужит не один сезон. И это ли не повод не покупать некачественную одежду? В перспективе вы сэкономите не только деньги, но и свои силы. Обязательно обращайте внимание на то, что вы покупаете. То есть вы можете взять себе одно пальто, например, классическое, серое или белое, даже взять, или каких-то бежевых оттенков. Но качественное, которое вы точно будете постоянно носить, и оно никогда не выйдет из моды. Чем, например, покупать каждый сезон какое-то некачественное пальто. Тем более вы будете смотреться не очень в нем. Поэтому перед тем, как купить какую-то теплую верхнюю одежду, несколько раз подумайте. Надевать зимой летнее платье из ситца, льна, или там с какой-то легкой тонкой шифоновой тканью, так же странно, как надевать шубу летом. Зимнему гардеробу зимние ткани. Как по мне, зимой более ткани такие фактурные, более богаче смотрятся и плотнее. Выбор ткани не только дань моде, но и забота о нас, чтобы вы постоянно были в тепле. Например, хлопок быстро и хорошо впитывает влагу. Поэтому, как правило, в одежде из хлопка зимой вы рискуете стать мокрой и заработать переохлаждение. Выбирайте ткани по сезону. Такие, как шерсть, бархат, джерси и другие. Сюда, конечно, не обсчитываются исключения, если, например, вы направляетесь на день рождения и хотите одеть какое-то нарядное платье. Или, например, Новый год. Может, помните, как многие девушки в школе пытались выделиться и ходили зимой без головного убора. Я, конечно, помню, потому что я была одной из них и не носила зимой шапку. Это не только холодно и вредно, но и создает дисгармонию в вашем Total Look. На вас теплая одежда и вдруг непокрытая голова. Такое впечатление, что не хватает чего-то важного. С головным убором ваш аутфит более цельный и более собранный. Радует то, что головных уборов очень много и на любой вкус и на любую форму лица. Если вам интересно будет такое видео о головных уборах на зиму, обязательно пишите мне в комментариях. Я сниму для вас новое видео. Выбор зимней обуви – дело важное. Главное, чтобы она была стильной, красивой, теплой, удобной и много всего прочего. Как достичь такого совершенства, когда под ногами каша и слякоть? Модные оги во время слякоти превращаются в какие-то бесформенные ботинки, так сказать, с разводами. Обувь из тонкой кожи тоже быстро разваливается, так как на улице постоянно влажность, постоянно сыро. А лаковая обувь может сильно потрескаться на морозе. Что же делать в таком случае? Поверить в то, что вы можете быть стильной в каких-то объемных ботинках или в теплых дутиках. И еще, прошу вас, забудьте о сапогах на шпильках. Это уже анти-тренд. Несмотря на то, что объемные вязаные свитера в тренде, носить их нужно аккуратно. Особенно тем, кто не обладает идеальной фигурой. Ведь такие объемные вязаные свитера увеличивают объем. Поэтому обязательно выбирайте по фигуре. Многие женщины совершают огромную ошибку, надевая капроновые телесные колготки зимой. Они думают, что если в них много ден, значит это уместный вариант. Однако такие колготки ни капельки не согревают. И вряд ли в них удастся уйти куда-то в снежную погоду. В сезоне 2021 на замену телесным капроновым колготкам, стилисты предлагают плотные модели из трикотажа. Есть как скромные черные, коричневые или серые колготки, так и какие-то оригинальные цветные или даже с принтами. И кстати, если выбирать колготки под цвет обуви, то такая комбинация удлинит ваши ноги. Если столбик термометра опустился уже до нуля, и вы укутались в объемный такой шерстяной шар, обязательно закройте щиколотки. Я заметила, что в последнее время на улицах модницы демонстрирую свои голые щиколотки. Наглухо застегнув пальто на все пуговицы. Ну серьезно, какой в этом смысл? Ноги все равно замерзнут. Так что на улице, пока снег и мороз, лучше наденьте теплые носки, которые уходят под штанину. Тем более, это сейчас очень модно. Я с вами поделилась главными ошибками в зимнем гардеробе и в зимнем стиле. Обязательно не нарушайте их. Ну а мы с вами уже встретимся в следующем ролике. Не забудьте поставить пальчик вверх. С вами была ваша Аня. Всем пока!